Военный обозреватель, полковник запасов Владислав Селезнев уже сейчас в нашем эфире. Владислав, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, расскажите, пожалуйста, какая оперативная обстановка на фронте по состоянию на этот час? Я думаю, что в первую очередь нам необходимо ориентироваться на сводку Украинского генерального штаба. Я сегодня был на мероприятиях по работе, поэтому сводку не видел, но подозреваю, что интенсивность боевых действий вряд ли затихла. Противник имеет как минимум на авдейском направлении группировку войск 86 тысяч штыков. Соответственно, эти 86 тысяч штыков он отправляет фактически на верную смерть, но таким образом пытается трансформировать свое численное преимущество в территориальное приобретение. К сожалению, он имеет успехи. После оккупации Авдеевки он продвинулся на несколько километров фактически вдоль всей линии направления на населенный пункт Покровского. И, собственно говоря, говорить о том, что ситуация на этом участке фронта стабилизирована, наверное, все-таки не следует. Более детально про ситуацию на Лимана-Кубинском направлении и в районе Бахмута рассказал господин Евлаш. Ну а что касаемо ситуации на юге Запорожской области, то очевидно, что противник там также постоянно контратакует, пытаясь ликвидировать плацдарм, созданный украинскими силами обороны в ходе минувшего года контрнаступления. Ну и, соответственно, продолжаются боевые действия на левом берегу реки Днепр, на территории Херсонской области. В принципе, более добавить не ничего. Можно еще уточнить по поводу Авдеевского направления? Бросили ли российские оккупанты туда дополнительные резервы? И что по линиям обороны Украины на Авдеевском направлении? Потому что много в прессе разной информации, в том числе и спекуляции о том, что, мол, Украина не очень активно и усердно подготовилась и подготовила эту вторую линию обороны на Авдеевском участке фронта. Коллеги, я думаю, что на Авдеевском направлении, я думаю, наиболее полной информацией обладает соответствующий спикер Дмитрий Лоховый. В его адресе немало летят нынче копий. В принципе, некоторые упрыгки вполне обоснованы, потому что информация, которую он озвучит, не всегда соответствует тем событиям, которые происходят на поле боя. Поэтому я оставлю инициативу за этим господином, пусть он поясняет, что происходит на поле боя и почему украинская армия оказалась не готова для проведения оборонительных боев за подне Авдеевки. В любом случае, мы должны понимать, что не просто так генерал Сырский, главнокомандующий вооружённым силам в последнее время достаточно жёстко проходится по некоторым должностным лицам, которые ведут оборонительные бои на восточном фасе Российско-Украинского фронта, подозревая, что у Александра Станиславовича есть вполне обоснованные претензии к этим должностным лицам. Я уверен, что эти обоснованные претензии будут трансформированы в кадровые решения. Не может быть так, что на 2011 году российско-украинского протестстояния оказывается у руля военачальники, которые не владеют обстановкой, не в состоянии организовать ведение боевых действий, и таким образом они фактически вредят действиям украинских сил обороны и создают предпосылки для жизни и здоровья наших воинов. Российская оккупационная армия делает мощный рывок на часа в Яр в Донецкой области. Об этом заявил в эфире радио «Свобода» руководитель пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Илья Ивлаж. Похоже, российские захватчики таки аккумулируют силы на востоке Украины, и похоже, что они всё ещё надеются на какие-то победы к путинским выборам, да? Я думаю, нам следует рассматривать кейс оборонительных боёв в районе Часовьера через призму, а готова ли украинская армия для организации стратегической обороны на этом участке фронта. Ведь очевидно, если в своё время, выполняя приказ президента Владимира Зеленского, наше инженерное подразделение успели создать те самые мощные рубежи инженерных фортифортов, то ситуация будет стабилизирована. Мы же все помним, насколько эффективной и мощной была линия обороны имени генерала Суровикина, созданная руками российских инженеров. Я уверен, что наши специалисты, в принципе, по своим профессиональным качествам ничуть не хуже. По-простому, получили они в большинственном количестве своевременно ресурсы, в том числе материально-технические средства, в том числе технику. Ответить на этот вопрос, собственно говоря, мы с вами увидим непосредственно на поле боя. Если украинская армия успела вгрызться в землю, закрепиться на новых рубежах и позициях, в том числе используя те самые созданные инженерные фортифортификации, то у противника нет ни единого шанса продвигаться в западнее направление от Бахмута на Часофьер. Если эти мероприятия не были полноценно и в полном объеме реализованы, то, соответственно, мы увидим еще маневренную оборону в исполнении украинских сил обороны и достаточно жесткие бои непосредственно на территории самого Часояра. Пока не готов прогнозировать крайне ограниченной информации, но в любом случае есть косвенные признаки, которые абсолютно четко сигнализируют. Там, где украинская армия закрепляется на созданных заблаговременно инженерных рубежах, на инженерных фортификациях, там ситуация полностью контролирована и находится именно под управлением и руководством украинских военачальников. Там, где эти инженерные фортификации не созданы, ситуация крайне сложна и, в принципе, линию фронта на этих участках фронта мы удерживаем только лишь благодаря мужеству и героизму наших воинов. На Лимана-Купенском направлении контролирована ситуация. Есть ли угроза Купенску? И по вашим прогнозам, как долго в таком темпе российская армия может наступать и проводить штурмы по всей линии фронта? Авдеевская, Марьинская, Бахмутская, Лимана-Купенская? Коллеги, что касаемо оперативной информации на Купенско-Лиманском направлении, передо мной выступал господин Ильяш, я думаю, он более детально рассказал, что там происходит. Что касаемо тенденций, то мы должны понимать, что отойдя от некоторых наших рубежей и позиций в районе населенного пункта Терны, в том числе, наши подразделения закрепились на тех самых инженерных фортификационных рубежах, созданных заблаговременно. И плюс использовали особенности рельефа местности. Я думаю, что там у нас достаточно стабильная ситуация на поле боя. В направлении на Сеньковку также в течение трех месяцев идут ожесточенные бои, но у противника нет никаких шансов на продвижение вперед, потому как там создана серьезная сеть инженерных фортификаций. Что касается иных вариантов развития ситуации на этом участке фронта, то мы должны понимать, что 110-тысячная группировка российской армии, сосредоточенная на Купенско-Лиманском направлении, пришла туда не ради экскурсии. Совершенно очевидно, она будет пытаться реализовать кейс путинского генштаба по оккупации части Харьковской области вплоть до левого берега реки Аскол. Ну и, соответственно, они будут пытаться взять под контроль через дорожный узел Купенскую-Узловую. Насколько им удастся реализовать этот кейс, будет зависеть в том числе от ресурсных возможностей украинской армии. А это не только сети инженерных фортификаций, но и на наличие боеприпасов, артиллерийских систем. Соответственно, систем ракетных, ну и авиационные компоненты. Об этом господин Ильяш передо мной достаточно подробно рассказывал. Все компоненты, связанные воедино, и действующие синхронно дают нам то самое технологическое преимущество на поле боя. Используя отдельных элементов, безусловно, она влияет на ситуацию на поле боя, но вряд ли она приведет к выигрышным ситуациям и позициям для украинских сил обороны. Именно комплексный подход в использовании всех компонентов и огневого поражения, и средств радиотехнической разведки, радиоэлектронной борьбы, а также получения оперативной и полноценной информации, что касаемо планов противника, оно, собственно говоря, и создает те самые предпосылки, когда на поле боя успех умеет украинская армия. Европарламент призывает предоставить Украине все необходимое для победы в войне, которую начала Россия. Как сказано на сайте Европарламента, за соответствующую резолюцию проголосовал 451 евродепутат, против выступили 46 и воздержались 49. Правильно ли я понимаю, что резолюция – это не то, что обязательно к исполнению? Это носит, скорее, рекомендационный характер? Да, декларативный характер, ведь очевидно, что ни резолюция, ни громкие заявления, ни даже самые обнадеживающие заявления наших уважаемых западных партнеров не остановят продвижение российской армии в районе Авдеевки или в направлении Накупинска. Снаряды, артиллерийские системы, дальнобойные ракеты, бронетехника, авиация и иные составляющие, которые увеличивают и усиливают боевые потенциалы украинской армии в противостоянии с российской армией. Именно эти компоненты являются ключевыми. Ну, а громкие заявления, это, конечно, чудесно, но они точно не решат исход более исходной ситуации на поле боя. Об авиации все говорят о том, что и Зеленский, в том числе о том, что надеются, что в летом появится у Украины первая F-16, истребители, которые мы очень давно ждем, о которых много говорим. Как эти первые самолеты могут повлиять на ситуацию на поле боя? Вот Илья Ивлаша, о котором мы сегодня уже не раз его вспоминали, он говорит, не так важны сами крылья, важно, что под крыльями. Что вы на это скажете? Как может измениться ситуация на поле боя, когда Украина получит эти первые F-16? Коллеги, ситуация на поле уже изменилась, ведь мы слышали достаточно обнадеживающие заявления, в том числе министра иностранных дел нашей страны господина Кулеба, который говорил, что в марте месяце мы получим первую партию истребителей F-16. Теперь эти сроки сдвигаются на лето сего года, а получим мы их летом, как говорится, ситуация 50 на 50 может получим, а может быть нет. Чем это связано? Связано это в том числе и с тем, что своевременно не готова была, не подготовлена была инфраструктура на территории нашей страны, именно авиационная инфраструктура, не были своевременно подготовлены технические специалисты, которые должны обслуживать и готовить эту серьезную авиационную технику к боевому применению. И это вызов, ведь на самом деле истребители крайне важны, господин Ильяш абсолютно прав. Тут даже речь не идет про преимущества украинской авиации в небе над нашей страной, а хотя бы создание паритетных условий. Их нет. И, безусловно, также открытый кейс вопросов, связанных с тем, а что мы получим в комплекте с теми самыми F-16. Какие типы ракет мы сможем использовать непосредственно по любой. Вопрос открытый, а на фоне тех достаточно сложных внутриполитических процессов Соединенных Штатов Америки вопрос в принципе подвисает. Поэтому я думаю, что кейс, когда мы получим F-16, насколько будет эффективно применение первой партии. Опять же, первая партия, это буквально несколько единиц. Но я думаю, что этот вопрос лучше адресовать господину спикеру командования воздушных сил Юрия Игната. Он более осведомлен в этих всех нюансах, в том числе и в части тактики применения этих авиационных и многоцелевых систем. Но очевидно следующее. F-16 на самом деле очень серьезное, очень грозное оружие. Оно нам серьезно усилит компоненту противовоздушной обороны. Эти самолеты позволят нам прикрывать действия украинской армии как на сухоподных участках линии боевого столкновения, так и над акваториями Черного, о перспективе Азовского моря. Но все это перспективы. Как скоро эти перспективы станут нашей реальностью, я не готов прогнозировать, потому что еще раз. Чтобы не разочаровываться, не следует очаровываться. Все мы жили ожиданиями, что в марте месяца первая партия, истребители в 16 уже заступят на боевое дежурство в составе украинских сил обороны. Март вступил в свои права, истребителей нет. И, как видим, вопрос их поставки несколько откладывается по вполне объективным причинам. Украине нужно больше ПВО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после удара россиян по Одессе. Кто из наших союзников обещал усиливать украинское небо? И выполнены ли эти обещания? Коллеги, буквально один тезис. Министр обороны нашей страны, господин Умеров, заявил следующее. Наши западные уважаемые партнеры много нам обещают. Но всего лишь до 50% их обещаний становится реальностью. Я думаю, что мы слышали много обнадеживающих заявлений от разных наших союзников, но далеко не все эти заявления транспортируются в реальные кейсы военно-технической помощи. Поэтому я думаю, что в этой истории нам все-таки следует больше надеяться на собственный оборонно-промышленный комплекс, на объединение наших усилий, в том числе в рамках волонтерской деятельности. Ибо если мы будем исключительно надеяться на поддержку наших западных партнеров, мы можем просто проиграть, ожидая очередной транш военно-технической помощи от наших западных партнеров. Хотя, безусловно, из наших дипломатических переговоров с западным партнером остается крайне важно. Возможно, трагедия, которая случилась в Одессе, когда трое, три ребенка погибли в результате атаки вражеского дрона, может быть, это растопит их черствые сердца. По крайней мере, пока я не вижу ни единого в меня заявления, ни от представителей Организации Объединенных Наций, ни от иных международных организаций, которые хотя бы осудили этот актерс, а варварский акт бомбардировки мирного, ящущего города, в результате которого погибли мирные жители, которые никакого отношения к украинским силам и обороны не имели. Пожилые люди, женщины, дети. Президент Франции Эммануэль Макрон говорил о том, что о вероятности того, что французские солдаты могут принять участие в этой войне. Это заявление вызвало неоднозначную реакцию, как в самой Франции, так и среди других союзников Украины, но президент Франции Макрон сказал о том, что когда он делал это заявление, он все взвесил, и это не было скрополительным каким-то заявлением. И 7 марта он собирает представителей, глав всех парламентских партий, для того, чтобы говорить о войне России против Украины. Как вы думаете, какова вероятность того, что французские солдаты примут участие в этой войне? Нулевая. Я думаю, это политическое заявление. Таким образом, господин Макрон пытается создать альер, альер такой освободителя, лидера европейской нации. Ведь абсолютно очевидно, что предыдущий лидер стран Европейского союза, господин Олаф Шойс, проявил свою полностью ипотентную позицию в отношении Путина и путинской агрессии. Поэтому на европейской карте народов мира появится новый лидер. Хотя я уверен, что это скорее популистские заявления, нежели готовность господина Макрона отправлять экспедиционный корпус французских войск на территорию нашей страны для участия в боевых действиях. Поэтому очевидно, что даже такие обнадеживающие заявления, рассматривать через призму популистских заявлений, она в свою миссию реализовывается – оружие в руках, защищать нашу страну. А в некоторых случаях и с лопатой в руках. Ведь отсутствие инженерной фортификации на направлении главных усилий противника, это создает серьезный кризис на уровне ситуации на поле боя. Отсутствие долговременных инженерно-технических сооружений – это вызов. Вызов, с которым тут сейчас сталкиваются наши воины, которые ведут боевые действия на разных участках фронта. – Канцлер Германии Олаф Шольц сказал о том, что ракеты «Таурус» не будут поставляться в Украину. Помнится, примерно в таком же тоне и в таком же духе он говорил о танках «Леопарды», о том, что не поедут они по украинской земле. Танки «Леопарды» по украинской земле ездят. А как вы оцениваете вероятность того, что Олаф Шольц может присмотреть свою точку зрения касательно ракет «Таурус» и таки передать их Украине? – Сложно что-либо прогнозировать. Еще раз, мы так часто живем такими позитивными ожиданиями, рассчитываем на здравый смысл, на абсолютно рациональный подход наших западных партнеров. То есть ситуация, которая складывается в восточной части Европейского континента, ведь очевидно, если пойдет Украина, дальше путинские танки зайдут, в том числе и в Берлин. Они будут бомбить и расстрелить в упор парижан, жители Лондона. И, в принципе, вряд ли Путина что-либо остановит в его дальнейших алармистских устремлениях. И уж, коль такая ситуация нарисовывается в перспективе, меня удивляет. Та самая позиция не только господина Шольца, но и некоторых иных европейских лидеров, которые проводят консультации, принимают отложенные решения, все еще сомневаются, стоит ли полноценно, в полном объеме поддерживать действия украинской армии, направленные на стабилизацию ситуации, на уничтожение противника, которые по масштабу введения своих боевых действий фактически соответствуют военному конфликту наибольшему со времен окончания Второй мировой войны на Европейском континенте. Но пока под прикрытием мужественных и героических действий украинских воинов наши уважаемые западные партнеры продолжают вести дискуссии, делать пусто порожние популистские заявления и рассуждают о смысле жизни, каким образом им жить дальше. Но совершенно очевидно, что эта тактика взрывания головы в песок, усиленная тактика, все равно она в конце концов приведет к тому, что огонь войны будет гореть, и в том числе, как минимум, на территориях восточноевропейских стран нашего континента. Владислав, спасибо вам большое, что уделили нам свое время. С Владиславом Селезневым обсуждали ситуацию на фронте и помощь союзника в Украине. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.